Много шуба и ничего. В деле о контрабандистах, которые приватизировали границу с Венгрией, никаких подвижек. Напомню, на прошлой неделе в Закарпатье провели эффектнейшую спецоперацию с бронетехникой, боевой авиацией. Но теперь даже губернатор Геннадий Маскаль называет это обычной показухой. Почему, выясняла Марина Коваль. Прошло уже пять дней, а подробностей больше не становится. По неофициальным данным была задержана целая банда контрабандистов. Но пока ничего конкретного. Известно только, что под домашний арест взяли единственную подозреваемую. Это Эрика Шинкевич, бывшая начальница управления госгеокадастра Береговского района. Ее обвиняют в причастности к незаконной схеме приватизации земли на границе с Венгрией. Чиновница уверяет, что невиновна. Эти земельные делянки относятся к земельского хозяйственного призначения. Я не могла знать, что там есть государственный кордон Украины. Операцию проводили с размахом бронетехника, вертолеты, сотни вооруженных силовиков. Все это из-за пяти километров приватизированной земли, которую использовали для контрабанды сигарет, наркотиков и переправки нелегалов. Вот только губернатор Геннадий Москаль назвал ее обычной показухой. Дескать, замначальника госземагентства, который еще в 2014-м передавал землю в частные руки, давно сбежал. Да и пограничники не оформили права собственности на участок надлежащим образом. Собственником земли возле границы называют Атилу Горвата. Геннадий Москаль возмущен, мол, из обычного сельского войки, так он называет Горвата, сделали Аль Капоне. И уверяет, он не задержан, он дома. Когда же правоохранителей назовут имена всех задержанных и расскажут подробности громкой спецоперации, до сих пор неизвестно. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область.